Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этот день мы вспоминаем два евангельских события. Предательство Иуды и омовение Спасителя драгоценным миром, которое совершила грешная женщина, отдав на приобретение этого мира все то, что она имела. Евангелие противопоставляет эти две личности. Иуду, который ради денег предает Спасителя, и женщина, которая тратит многократно большую сумму, чем те несчастные 30 сребряников, чтобы купить мира и приуготовить тело Спасителя к погребению, не зная, конечно, что она помазывает его, как бы приуготовляя к погребению. Это был чистосердечный дар от всего сердца, причем дар величиной во всю жизнь, потому что скопить ту сумму, которой стоила драгоценная мира, было непросто. Миром помазывали царей. Мира – это был атрибут высшей власти. И, естественно, это была особая драгоценность, недоступная для простых людей. Но вот эта женщина, потратив все, что имела, купила это драгоценное миро и помазала Спасителя. А Иуда, увидев то, что произошло, вознегодовал, потому что был вор, и пошел и предал Спасителя. Предал того, кем был призван. Предал того, чьи чудеса он видел. Не понаслышке знал, не из каких-то письменных текстов. Видел лицом к лицу божественные чудеса. Видел все то, что Господь совершал. Слышал каждое его слово и предал. О чем это говорит? Это говорит о том, что видимая близость к Богу не является гарантией верности. По своему возрасту я застал и хорошо помню гонения на нашу церковь во времена Хрущева, так называемые хрущевские гонения начала 60-х годов. И очень хитроумно организовывались эти гонения для того, чтобы повлиять на большое количество верующих людей, подтолкнуть их к разрыву с церковью. Властью избирались священнослужители. Изучалась внимательно их биография, а потом с ними беседовали и предлагали им публично отречься с тем, чтобы подать правильный пример народу. И среди этих предателей, по крайней мере, один был выдающимся профессором богословия. Правда, уже во время своего служения в качестве пресвитера он совершил некие канонические проступки и не мог совершать литургию, но в рясе без креста приходил, восседал на кафедре, читая лекции студентам тогдашней Ленинградской духовной академии. А потом громко хлопнул дверью и ушел. И пригласил всех уйти за ним. Практически никто не ушел. В пустую был хлопок. Какие-то отдельные лица, опять-таки, под сильным давлением власти, которая чаще всего имела компромат на этих людей, принуждались к отречению, но народ им не верил. И потому не удались эти хрущевские гонения. Церкви перезакрывали. Священников верных многих лишили возможности служить. Разные запреты на проповедь имели место. Но Церковь все выстояла. И верующий народ наш выстоял. Вот даже эта история и сравнительно недавняя в обытия нашей Церкви перекликается с сегодняшним днем. Апостол, все знающий, предал, как тот самый профессор богословия. А женщина простая отдала все свое имение, чтобы помазать Господа и Спасителя, приуготовляя Его к погребению. Вот так и в те трудные времена гонений на Церковь, свидетелями которой я был, множество людей было в храмах. И часто мужчины боялись ходить, понимая, что посещение храма может лишить их работы. А вот женщины наполняли храмы и ничего не боялись, подобно той, которая не побоялась возлить мира на главу Спасителя. Вот эти примеры из евангельской истории, из истории Церкви призывают нас к верности. Сегодня вроде как все благополучно, никто не требует никаких отречений. Наоборот, священник может в Пуриасе идти по городу. Есть еще и те, кто подходит по благословению, по телевидению идут передачи, транслирующие богослужения, религия, церковь, православие заняли определенное достойное место в общественной жизни. Но на самом деле брак рода человеческого даже в таких условиях умеет соблазнять, в том числе и священнослужителей, дезориентируя, подталкивая многих или некоторых, не знаю, только на страшном суде это все будет явно, к изменению приоритетов, когда служение Господу не становится единственной и самой главной задачей жизни, а все остальное вторично. И забота о здоровье, и о семье, о деньгах, о доме. Все вторично, первично только служение Господу. Вот если современное наше духовенство не соблазнится, если вот эти приоритеты осуществит в своей жизни, то обретет великую награду от Господа и в этой жизни, и в жизни вечной. Но я не хочу, чтобы мои слова были обращены только к духовенству. Они обращены к каждому верующему человеку. Мы должны помнить, что главное в нашей жизни – это вера наша, которая дает возможность обрести жизнь вечную с Богом. А жизнь вечная несоизмерима жизнью физической, человеческой, которая будет мгновением по отношению к той вечной жизни. И если мы в той вечной жизни, в которую верим, хотим быть с Богом, хотим быть в Его благодати, хотим быть в радости, а не хотим быть с дьяволом, то здесь мы должны выстроить самый главный и основной приоритет своей жизни – вера наша, благочестие, молитва. Вот наш приоритет. А если это будет первенствующим в нашей жизни, то все остальное устроится, потому что нам будет поспешествовать сам Господь. И мои слова я обращаю еще раз, хочу сказать, не только к духовенству, хотя к духовенству в первую очередь, ко всему нашему верующему народу. Помните, что вера православная – это не только посещение храма раз в месяц, или раз в неделю, или раз в год. Вера православная – это каждодневная молитва, это обращение к Господу, и словами молитвы, своими собственными словами, а самое главное – это жизнь, которую мы должны выстраивать в соответствии с Божьими заповедями, с Божьим повелением. Вот если так все будет, то и жизнь наша станет в каком-то смысле жертвой Господу. Подобно тому, как жена мироносица на все деньги, которые имела, приобрела драгоценная мира, чтобы возлить на главу Спасителя, вот так наши добрые дела, которые, конечно, не способны, не способны сравниться с милосердием той женщины, но которые способны умилостивить Господа, а нам дать возможность получить прощение своих грехов, спасение и жизнь вечную. Эти слова относятся ко всем. Те божественные слова, которые мы сегодня слышали, и тот удивительный евангельский рассказ, который был нам сегодня предложен, все это относится к каждому из нас. Так градит нас Господь от того, чтобы пойти по пути Иуды, но чтобы в меру своих сил каждый, чтобы имел задачи, насколько это возможно, совершить то, что совершила женщина та, то, что имеешь отдать Господу, свои способности, таланты, свое образование, свое время, свою любовь. И это будет наше миропомазание Господа и Спасителя. И да поможет нам всем Господь, именно так, а не иначе, совершать свой жизненный путь, а священнослужителям совершать свое пастырское служение, а всем вместе и духовенству, и мирянам, всему нашему народу и делами, и словами прославлять единого Господа и Спасителя нашего, даровавшего нам возможность иметь жизнь вечную в общении с Богом, в божественном Его Царстве. Аминь. 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 Продолжение следует...